Итак, дорогие друзья, всем привет, с вами Блуд Линес, и сегодня мы дальше продолжаем играть в Tokyo Dark. И перед тем, как начать играть, я хотел бы сказать, я не понимаю прикола, друзья, что за фигня? На первом видосе 400 лайков, почему на втором даже 200 нет? Неужели так тяжело поставить кнопку лайк? Просто нажать на неё, вы же смотрите видос, для вас я стараюсь, пытаюсь делать, чтобы было классно, атмосферно, ну, я не знаю. Ладно, друзья, пофиг на те лайки, кто хочет, тот поставит, вот такие дела, просто все кричат, яо, яо, я хочу хорроры, я хочу это, вот, пожалуйста, для вас классная игруха, а вы вот так вот. Да, ладно, в принципе, в этот день в храме я увидела Рейну, девушку, которую преследовал Кадзуки, девушку, которая станет его убийцей 6 месяцев спустя. Мы, наконец-то, дошли до храма, это 6 месяцев назад, я вообще посмотрел, игруха всем понравилась, да и реально, чему тут не нравится. Я не знаю, правда, насколько она рассчитана и тому подобное, поехали дальше. Ее взгляд постоянно метался, и понять ее психическое состояние не получалось. До этого дня мы никогда не встречались с ней, но она казалась мне знакомой. Пока я подходила к ней, меня наполняла тревога. Мои каваны угрожали ножом, ее, должно быть, притащили туда вскоре после моего приезда. Это та девочка, которая была внучкой, ну, бабушки той, да, походу, или как? Или, может, у нее внучка? Ну, вроде внучка. Я помню, как по моей спине пробежал холодок, несмотря на теплый весенний день. Так, 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 что мне делать? Что мне делать? Пока я не могу ничего не нажимать? Так, мне подходить, походу, надо. Сакура цветет. Танака, что здесь происходит? Все под контролем, Уита, держись позади меня. Кто она? Скажи ей, пусть проваливает. Если она не уйдет, я сделаю это. Пожалуйста, не трогайте меня, я ничего не знаю, пожалуйста. Рейна, это моя напарница, детектив Ита. Помнишь, я тебе говорил, что она придет? Видишь, она стоит за моей спиной, как я ей сказал. Никто не сомневается тебя обмануть. А, кстати, походу, они друг друга знают, что ли? Почему ты так долго, почему ты так долго, Ита? В любом случае, подходи медленно, следуя моим указаниям. Так, я подхожу. Достать, нет, не достать, не достать. Так, предоставиться, вот. Блин, я так медленно это все делал, уже 5 секунд прошло. Эй, ты, Рейна, да? Да. Привет, Рейна, меня зовут Аями, я друг. Пожалуйста, помогите мне. Ты мне не друг, ты ничего обо мне не знаешь. Она, по идее, тут умерла. Вот эта вот девушка красноволосая, но... Вроде, да? Или нет? Она же умерла, вроде бы Ита сказала, что типа она умерла. Не доверяю ей, пусть она не приближается. Мы не сделаем больше ни шагу, обещаю. Знаешь, моя напарница намного умнее меня. Может, расскажешь ей то, что рассказала мне? Про маску, у нас есть маска, мы сможем маску сейчас отдать? О голосах и... Как ты там сказала? О, да, о тьме. Нет, я не хочу говорить, ты сказал, что сможешь их остановить. Ты правда сможешь это сделать? Как я уже и говорил, я встречал людей с подобными проблемами, они очень были больны. Но когда они обратились ко мне, я им помог, им стало легче. Я больна? Голоса не настоящие? Не настоящие, но тебе может казаться, что это не так. Так, в этом нет твоей вины. Нет? Нет, конечно же, нет. Мне... Мне тоже было бы страшно, будь я на твоем месте. Не настоящие, не настоящие, не настоящие. Ага. Нет, ты ошибаешься, ты не видишь всего этого. То, что находится внизу, поедает все, поедает меня. Я ничего не вижу, Рейна. Это прекрасный весенний день, не более. Здесь больше ничего нет. Он под нами, все время. Он шепчет, показывает мне разные вещи. Вещи, которые она хочет, чтобы я совершила. Я не могу есть, не могу спать. Под нами ничего нет, я знаю. А это сбивает с толку, но ты больна уже долгое время. И тебе не станет лучше, пока ты нам не позволишь помочь. Нет, ты лжешь. Ты хочешь навредить мне? Как и все остальные, я сама все сделаю. Я всегда была одна. Мне нужна маска, это единственный способ исправить. Все, не обходи. Рейна, здесь нет никакой маски. Правда ведь Майи? У нас есть маска. Да, конечно, я не знаю ни о какой особенной маске в этом святилище. Рейна, Майя не стала бы лгать об этом, верно? Нет смысла причинять ей вред, если она ничего не знает, согласны? А может быть, нам не стоит давать маску? Хотя, мне кажется, нужно, потому что она сказала в прошлом, то есть в настоящем уже, что маска ей нужна. Если бы мы ей дали, все было бы хорошо. Самолчите, оба вы сговорились, ага. Ведь так, я знаю, она здесь. Где маска? Где маска? Пожалуйста, не надо, я не знаю. Где она? Клянусь, пожалуйста, отпусти меня. Эй, мы ведь об этом уже говорили, правда? Насилие только заставляет всех нервничать, а люди делают глупые вещи, когда нервничают. Не знаю, как вы, но на постой желудок мне сложно сосредоточиться. Я просто умираю с голоду. Вы не хотите перекусить? Знаете, что? Я больше всего люблю пиццу. Эй, Майя, какая твоя любимая пицца? То есть пытается разрядить обстановку, видите? Пицца, хочешь знать, какую пиццу я люблю? Я даже не знаю, наверное, Маргарита? Что ж, немного банально, но это классика. А ты, Рейна, какую пиццу любишь ты? Можно заказать она на всех? Лучше бы нам собраться за одной пиццей, чем стоять по разным углам и есть каждый свою. Пицца? Но что с... Я обещаю, что мы поговорим обо всем этом позже, но сначала пицца. Мне тоже нравилась пицца до определенного момента. Но больше нет. До определенного момента? Что произошло, Рейна? Может, ты мне об этом расскажешь? Нет, 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 я не хочу говорить об этом. Кроме того, я не могу ничего есть. Мне начинать тошнить с самого... С того самого дня. Нет, 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 хватит думать об этом. Мама, все. Я знаю, что все это кажется невозможным. И тебе предстоит многое преодолеть, прежде чем тебе станет лучше. Болезнь разума может повлиять и на тело. И я готов поспорить, что как только тебя смотрят врачи, они смогут помочь тебе с этим. Что-то хреновое детектив из Кадзуки, Танаки. Я бы, если бы на месте убийцы был бы, я бы вряд ли бы все вот эти заумные фразочки бы слушал. Эй, Ито, ты ведь к нам присоединишься, верно? Какая твоя любимая пицца? Так, маска, маска, маска. Аааа... Маргарита, конечно. Профессионализм, видите. Плюс пять. И твоя тоже, похоже, это модно. Видишь, никто не причинает тебе вреда. Нам бы лучше разрешить все мирно. Прекрати, я не хочу больше это слушать. Ты не понимаешь, я не успокоюсь, пока не получу ее. А может быть, тут ничего не сделать? Может быть, как и там, мы ничего не сделаем? Просто... Мы можем застрелить, можем не стрелять. О чем ты говоришь? Убери нож, Рейна. Мы поможем найти тебе то, что ты ищешь. Нет, я знаю, что вы задумали. Эта сука знает, вы прячете ее от меня. Но я знаю, что она здесь. Я чувствую ее здесь. И если она мне ее не отдаст, то я опущу малышке мою кровь. Рейна, послушай меня. Я уверен, что если бы Май знала бы что-нибудь об этой маске, она бы тебе сказала. Май, Май, нет, она. Та, что рядом с тобой, ты сказал, что она друг? С чего бы тебе лгать? Я слышу их, я вижу их вокруг, ее тени, голоса. Ты имеешь в виду Ита? Она ничего не знает об этом, Рейна? Ты ее немного боишься, страх играет на свои слабости. Ты должна поговорить. Поверить. Поверить того, что ты видишь, не существует. Нет, хватит лгать, ты не понимаешь, она реально... Она ее видела. Но почему, почему она проснулась? Почему, 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 почему? А, что такое? Ты слышишь? Похоже, звук издается снизу. Нет, 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 назад. Ты не слышишь? Боже, прекрати. Ты сказал, что можешь помочь мне. Так, прекрати это. Пожалуйста, прекрати это. Пожалуйста. Так, маска, маска, позволить Танаке разобраться, сказать Рейне про маску. Попробуем сказать... Блин, минус пять профессионализма. Вот это я зря. Возможно, если я сейчас ее не отдам ей, то все пойдет коту под хвост. Танака, я не думаю, что она лжет. Думаю, я ее видела. Ита, о чем ты, черт побери, говоришь? О маске. В том доме бабушка моя показала мне маску. Я знала это. Ты солгал, солгал. Дай мне ее. Ита, почему ты раньше ничего не сказал? Потому что вы не давали мне сказать. Простите, Танака, а откуда мне было знать, что она как-то с этим связана? Это значит, что я не больна? Что? Что? Ты мне не поможешь? Нет-нет? Нет, ты меня обманул. Ты сказал, что все это нереально. Но она ее видела. Я ее слышу. Она пробудилась. Пробудилась. Мне кажется, я хуже только сделал. Но мне кажется, лучше бы я ее не сделал никак. Назад. Я пришла сюда за этой маской. Я ткну ее ножом. Я говорила, что сделаю это, если ты солжешь. Никто не лгал. Таких масок какую-то должно быть много. Никто кроме тебя ничего не слышит. Так что давай успокоимся и начнем сначала. Ох, Кадзуки, мне нехорошо. А Ями, что с тобой? Почему ты не слышишь ее? Она кричит. Угомони ее, угомони ее. Кадзуки, мне жаль. Минус 10 состояния. Твою ж дивизию. До этого дня возможность применения моего оружия против другого человека никогда не приходило мне в голову. По моему мнению, сделать это означало бы провалить провал в качестве детектива. Признак того, что ты не подумал всю ситуацию, что все остальные способы не сработали. А Ями, которую я знал, никогда бы не навела оружие на девушку. Но вдруг, пока я стояла под цветущей сакурой, в эту тему Ай, в Айами, как будто бы кто-то вселился. Кажется, она возьмет пистолет и сейчас застрелит ее. Потому что маска сама играет. Ну, как бы маска контролирует ее. Я была гостем в собственном теле, с ужасом наблюдая, как девушка, моя копия, начала нажимать на крючок. Мои мысли затерялись в шуме тысячи испуганных голосов. Хотела бы я сказать, что потеряла сознание или не помнила, что делаю, но это было неправдой. Я помню каждый момент, каждую секунду и каждое лицо, которое смотрело на меня в ужасе от того, что я сделала. Минут здесь в состоянии. Нет, 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 убить, убить, убить. Нет, 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 нет. У нас нет выборов, друзья. У нас нет выбора. А что, если я не нажму ни на что? Посмотрите на время. Оно, оно не подвластно тому, что сейчас происходит. У нас нет выбора. У нас нет выбора. А можно убить себя попробовать? У нас нет выборов. Если я буду стоять и ждать, мы не можем ничего сделать по ходу. Мы можем как-то сходить или пройтись, нет? Мы ничего не можем сделать, друзья. У нас нет выбора другого. Мы должны идти по сюжету. Ита, что ты делаешь? Ита, опусти свое оружие. Не делай этого. Крики Кадзуки так и не достигли моих ушей. Мир, в котором я был несколько мгновений назад, больше не существовал. Вокруг была лишь тьма, в ней были только я, девушка и голос, который говорил мне сделать только одно. Так я и сделала. Она убила ее. Но, видимо, вот то, что происходило позже... Это по сюжету, друзья, тут никак, походу, не сделать по-другому. Когда я нажала на спусковый крючок, Раина смотрела на меня и улыбнулась. И я не знала, почему она мне тогда улыбалась, зная, что должно было с ней произойти. Казалось, она точно знает, что со мной происходит. Она смотрела мне прямо в глаза, когда пуля прошила ей череп. Улыбка так и не покинула ее лица даже тогда. Даже после того, как она умерла. И, видимо, призрак или что-то типа такого преследует теперь нашу Ита. Видимо, это призрак. Но Кадзуки, он пропал и неизвестно где он. И тому подобное. Друзья, мы появляемся в больнице. Видимо, что-то случилось. Нет, вы смотрите. Нет, детектив еще все еще с нами. Айами, ты меня слышишь? Сестра, сестра, она пришла в себя. Послушай меня, Айами. С тобой все будет в порядке. Ты потеряла сознание после выстрела. А выстрела? О чем ты говоришь? О нет, та девушка. Что я наделала? Эй, не двигайся. Тебе нужен покой. Что я наделала? Айами, успокойся. Сестра, детектив Танака, не могли бы вы подержать ее немного? Подержать ее немного. Укол, наверное, сейчас будут делать. Все будет в порядке. Мне сестра даст кое-что тебе. Что может помочь тебе заснуть? Героина немножко кольнет. Мне котика вот этого надо взять. Мяу. Я взял его. Танака, где я? Я не помню, как попала сюда. Все в порядке. Айами, мы в больнице. Я рядом. А теперь, хотя я знаю, как тебе нравится забегать вперед. Пожалуйста, выслушай меня до конца, хорошо? Несколько дней назад в Камакуре был захвачен заложник. Кончилось плохо. Ты застрелила эту девушку. Затем, ну, затем врачи говорят, что у тебя произошло что-то вроде нервного срыва. Угу. Как бы тут нервный срыв не заработать, когда ты детектив и убиваешь так спокойно. Причем, подожди, она убила девушку. Подожди. Девушку ту? А, вы проснулись, хорошо. Как вы себя чувствуете сегодня, мисс Ито? Сейчас вы выглядите намного спокойнее. Да, думаю, я была немного не в себе после смерти. Потери сознания. Фу, блин, я немножко неправильно прочитал. Ах да, согласно исследователям, довольно распространен среди людей, которые перенесли травму, подобной вашей. Скажите мне, испытываете ли вы следующие симптомы? Пожалуйста, отвечайте только да или нет. Затрудненное дыхание. Что случилось с Майей? По сути, подождите, что случилось с Майей, с девушкой из святилищи? С ней все в порядке? Отвечайте просто да или нет, пожалуйста. Тошнота. Где маска? Где та маска, та, которую мне дала старая женщина? Все связано с комокурой. Сейчас не имеет значения. Пожалуйста, сфокусируйтесь на своем здоровье и своих симптомах. Помутнение в глазах? Ну, давайте ответим нет. Профессионализм? Нет, я отчетливо все вижу. Слабость? Восьмой, скажем да. Нервозность? Да уж. Нельзя отвечать, да. Есть, я думаю, мне стоит прилечь. Вы ввели вам... Мы ввели вам слабый нейролептик ввиду вашего недавнего приступа. Наша обязанность убедиться, что вы психически и физически готовы к службе, понимаете? Да. Да. Хорошо, позвольте мне объяснить вам вашу терапию. Мы провели серию тестов после инцидентов в комокуре. Мы не обнаружили следов или истории неврологических повреждений, шизофрении или биополярного расстройства. Я могу диагностировать этот случай как нервное расстройство, вызванное стрессом. Однако, ради вашей безопасности и безопасности окружающих, мы настоятельно рекомендуем принимать эти таблетки ежедневно в течение нескольких месяцев. Взгляните на вашу таблицу, мисс Ита, чтобы помочь отслеживать самочувствие работников. Ох, я теперь понял. Короче, нам надо выпивать таблетки, чтобы понизить нашу нервозность и напряженность. Вот. У нас минус 54. Кто-то говорил, что если минус, это хорошо, но хрена лысого, друзья. Нифига подобного. У нас потрясенность уже стоит в минусах. Вы понимаете? Так что нифига, вот это, что вы писали по поводу того, что минуса это хорошо, типа минус, это означает минус нервозность? Нет. В нервозность идет минус. А значит мы нервничаем, понимаете? Вот в чем прикол. Взгляните на вашу таблицу, да, мы разработали систему спин, чтобы наблюдать за различными показателями вашего самочувствия. Спин расшифруется как состояние, профессионализм, исследование и нервозность. Вот видите у нас расследование, как охрененно, 61. Все такое должно быть. Мы будем внимательно наблюдать за вашими показателями спин посредством постоянных проверок, и я бы предложил вам делать то же самое. В свете недавних событий, давайте сперва займемся вашим состоянием, вашей способностью достоверно воспринимать окружающий мир. Если вы не будете ежедневно принимать свои лекарства, то учитывая ваше состояние, эпизоды подо мной тому, что недавно произошло с вами, скоро повторится. Пока что я бы настоятельно рекомендовала вам принять лекарства. Поскольку вы должны принять первую дозу сегодня, пожалуйста, сделайте это сейчас. Попробуем проглотить. Я чувствую состояние плюс здесь, но исследование в минусы идет. Короче, таблетки будут как бы помогать нам, но видите, некоторые данные, некоторые характеристики будут сбавлять. Но у нас расследование дохренищи, так что я думаю, все нормально будет. К сожалению, как вы уже могли заметить, есть некоторые побочные эффекты. Хотя прием нейролептиков понизит веро... Почему это она ответила? Вообще медсестра должна была это сказать. Но зато, видите, состояние плюс. Хотя прием нейролептиков понизит вероятность будущих психических припадков, они могут сделать вас немного сонной и несобранной. Так что, это, конечно, может снесить ваши способности как детективов и вашу пригодность к изучению деталей дела. Хотя ваш партнер упомянул, что у вас, возможно, были галлюцинации в момент срыва, поэтому прием лекарств обязательен в целях защиты вашего разума от этих введений. Однако, я должен вас предупредить, что если по какой-то причине вы не сможете принять лекарства, состояние вашего рассудка по показателям спин сильно ухудшится, вы можете пострадать от пика развития нервного срыва. И тогда, я вот не знаю, интересно, мы вообще пройдем игру или нет, тут говорят, что 5 концовок будет. Так что, такие дела. Я уверена, мне не нужно говорить вам, что для человека в вашем положении это могло бы поставить отдел и вашу семью в довольно неудобное положение. Так что, пожалуйста, не забывайте принимать свои лекарства, мисс Ита. Чтобы избежать пропуски, принять лекарства и сформировать режимы, мы рекомендуем держать пилюли в привычном для вас месте, например, в квартире, чтобы вы могли принимать их каждый раз, когда приходите домой. Вы также должны быть осторожны с навязчивыми действиями, бесконечными разговорами с людьми, ходьбой взад-вперед. Видите, бесконечные разговоры с людьми на плохие темы и тому подобное, бесцельными путешествиями и прочим. Исследования показывают, что неврозы могут действовать как катализатор, который в разы ускоряет потерю пациентам. А рассудка, что учитывая ваше текущее состояние, может быть опасным. Мы выяснили, что пациентам, страдающим неврозами, становится лучше, если они находят время, чтобы позаботиться о себе. Детектив Танака сказал мне, что у вас есть питомец. Возможно, проведение время с животными, отдых и хороший сон могли бы вам помочь контролировать уровень нервозности, который мы видим на вашей таблице. Эти снижающие стресс действия не оказывают никаких побочных эффектов по отношению к вашему лекарству или состоянию. Правооценки вашего профессионализма я предоставляю вашему начальству, но это оказывает заметное влияние на таблицу спин. Вы осознаете всю серьезность системы спин? Или мне еще раз объяснить? Нет, я поняла. Да тут понятно и так, в принципе. Все очень просто. Все довольно простяцки. Кадзуки, слава богу, ты пришел. Мне нужно выбираться отсюда, не заставлять меня принимать столько успокоительных, что, черт возьми, слона бы с ног свалила. Тебе сказали, когда меня выпишут? Я скучала по тебе. Кроме того, я схожу с ума лежа тут целый день. Эх, забавно, что ты сказала это о Яме. Потому что они здесь и беспокоятся, чтобы ты не сошла с ума. Это не смешно. Прости, прости, но в жизни можно либо смеяться, либо плакать. И на мой взгляд, уж лучше выбирать первое. Потерпи чуть-чуть. Доктор сказал, что хочет понаблюдать за тобой. Еще немного. Как ты вообще себя чувствуешь? Лучше, но я не очень хорошо помню, что произошло. Все как будто бы в тумане. Я помню, что испытывал странное чувство, словно кто-то еще был со мной. И эта маска, она... Тут я тебя прерву, А Яме. Я об этом слышал достаточно. Все это было в отчете. И Юки Мура прочитал мне ту лекцию, за то, что я вообще о ней упомянул. Где она теперь? Это не имеет значения. Ты ошиблась, нет? Нет, так не честно. Учитывая сложившуюся ситуацию, я тебя не виню. Даже в отчете это едва ли можно назвать ошибкой. Крайне неуравновешенный подозреваемый держал нож у горла девушки, и ты выстрелила. Что бы ни говорили остальные, я на твоей стороне, как сейчас, так и на слушании. Я не знаю, что ты видела, но знаю, что у тебя была причина так поступить. Люди в отделе готовы встать на другую сторону, но, пожалуйста, больше никаких разговоров о маске. Это только навредит твоему делу и продержит тебя дольше в этой больнице. Поверь мне, этого бы никому не хотелось, особенно мне. Не говоря уж о том, что у Юки Муры была еще та головная боль, чтобы не дать начальству отстранить тебя. Так что уж подсоби ему, а? Что бы ты ни видела в тот день, мне не было сверхъестественным. Кроме того, мысли об этом не помогут тебе поправиться, так что прекращай это, ладно? Я так полагаю, застрелили эту красную девушку, ну, с красными волосами, забывая, как имена отойдет. Ты прав, это была забутанная ситуация, и, наверное, мой разум хватается за соломик, пытаясь смириться с этим. Ты знаешь, Кацуки, я думаю, мне нужно перерыв от всего этого, от службы. Я не подписывался причинить вред, убивать людей. Я знаю, мы обсудили это позже, пока что тебе нужно немного отдохнуть. Ничем не беспокойся, все будет хорошо, я обещаю. Такс. И опять нам показывают этот туннель. Что же произошло в тот момент? Это мы возвращаемся обратно в настоящее, да? Все исписано какими-то жуткими символами японскими. Весь туннель. Светилище, маски, фэнтези, фантастика какая-то странная. Подожди, она перерезала горло. Но это был не Кацуки. Это был какой-то человек в маске другой, да? Это маска? Но это не Кацуки, да? Или он? Вообще непонятно. Ну, друзья, мы обратно вернулись. Давайте посмотрим на ноутбук. Что тут пишут? Вот. Инцидент, произошедший поздней ночи в канализации по улицу, Синзюку привел к смерти детектива после неудачной попытки его освобождения. Тело детектива Кацуки Танеки, 29 лет, было обнаружено прошлой ночью в результате недельных поисков. После его исчезновения на улицах... Да ладно, подожди. Это реально Кацуки? Мы реально увидели нашего этого? Загадочное событие оставило... Хм... Подожди, тело... Да. Загадочное событие оставило полицию без ответов и без подозреваемых, хотя расследование продолжается уже второй день. Детектив, прибывший на место происшествия, первым Аята Ита, отказалась комментировать произошедшее, однако шеф полиции сообщил, что расследование привело ее в канализацию, где она вошла в контакт с подозреваемой женщиной. В то же время, как сообщает источник, подозреваемая начала паниковать, что вывела к насилию до того, как ее смогли задержать. Тем не менее, в деле еще много непонятного. Тот факт, что кроме одного детектива на месте преступления не было больше ни одного полицейского, вызывает подозрения. Также вызывает вопрос исчезновения подозреваемой, и почему после убийства Танеки она не была задержана. Кстати, да, странно, и опять же, мы совершили одну фигню, и поэтому... Да уж, тут прикол-то в том, что на нас могут подумать. Статья о двухнедельной давности, в ней все и сложно, ясно и по делу. Воспринимается так просто, словно все это произошедшее с кем-то другим, словно Ита, о которой здесь говорится, это другой человек из другого мира. Однако это не так. Это произошло со мной, по крайней мере, они так говорят. В статье едва упомянутая девушка, окровавленный пакет и красная краска. Как они могут писать об этом, будто бы это неправда? Пресса старается упрощать любые истории, чтобы продавать тираж. Как всегда, говорил Кадзуки, еще кое-что о той ночи не сходится. После того, как она, как подкрепление, наконец-то прибыла, они не смогли найти ни следа той девушки. Отпечатки на красной краске были нечеткими, и нож на месте преступления также был чист. Хм. Так, они мне сказали, но не может быть, чтобы это было правдой. Что на самом деле там произошло? И маска, была ли эта маска той маской, которую мы находили? Хрен поймешь. В результате инцидента полиция в особенности убойный отдел находится в центре внимания общественности. Также появилась информация о пренебрежительных и сомнительных действиях полиции после обнародования других инцидентов. Несколько экспертов сообщили, что полиция токи недостаточно осторожна, чтобы справиться с недавненью волной преступления. Полиция обещала сообщить о результатах внутреннего расследования как можно быстрее. Итак, ой, это Затана Куита призвал свой департамент не делать поспешных выводов. Угу, угу, угу. Считаю, что делать выводы слишком рано. Господи. Ну, не знаю, давайте с котом поговорим. Эй, крошка, посмотрим, как ты тут спишь. Ни о чем не беспокойся. По крайней мере, с тобой все в порядке. Не знаю, что бы я делал, если бы ты, Кадзуки... Нет, мне нельзя так думать. Здесь кроется что-то большее. Еще слишком много вопросов без ответов. Я доберусь до сути и сумею как-нибудь вернуться к нормальной жизни Не беспокойся, крошка Так может поиграть с ней Таблетки будем принимать? Давайте, наверное, лекарства примем Таблетки, которые дал мне врач Лежат на столе, где их оставил Кадзуки Он продолжает опекать меня по поводу моего здоровья Даже когда его больше нет Ненавижу эти таблетки, но я должна принимать их ради тебя А вот и таблеточка Состояние плюс 10, расследование минус... Ну, расследование ничего страшного У нас расследования там много Но состояние у нас очень плохое У нас ужаснейшее состояние Видите, мы можем еще принять лекарства Но пока что мы этого делать не будем Я надеюсь, мы себя не убьем просто-напросто потом Так, в последнее время я старалась не проводить много времени в этой комнате Здесь меня всегда переполняют воспоминания о той ночи Иногда мне кажется, что я слышу его голос прямо за дверью И стоит мне только ее открыть Как я тут же увижу его А последние несколько недель окажутся просто плохим сном Но это не сон, его больше нет Я не знаю, что мне причиняет большую боль То, что он мертв или то, как это произошло Захваченный девушкой, которая не должна существовать Рейна, так ее звали Я вспоминаю ее имя через несколько дней После произошедшего в канализации Но никому не сказал об этом Во время доклада меня заставили поговорить с психиатром в участке Достаточно, чтобы было увидеть ее взгляд Чтобы понять мнение всех остальных Полицейские отчеты, газеты Никто не упомянул девушку Но я видела ее своими глазами Если она вернулась, то возможно Если бы только у меня было время Чтобы собраться с мыслями И саму изучить места преступления Я уверена, что смогла бы найти какие-нибудь доказательства Того, что она была там Хотя сомневаюсь, что у меня туда И близко допустят По крайней мере сейчас Так или иначе И я доберусь до правды Друзья, знаете, что самое интересное То, что я думал, что всю игру Мы будем, просто всю игру Мы будем искать этого нашего напарника Но его убили практически в самом начале игры Эй, я принесла тебе ужин Спасибо, Юми Ты могла не делать этого Тебе нужно поесть чего-нибудь, соседка Нельзя же просто сидеть весь день, верно? Я понимаю, просто Все нормально Тебе не нужно меня благодарить Я просто, ар, не знаю, что сказать Но Аями, мне очень жаль Я про Кадзуки Очень жаль, и она улыбается Смотрите, видите Вот спрайты, конечно, ужасные Это минус-минус этой игры И этой игре, точнее Я знаю, что он много для тебя значил И я не слишком хорошо его знал, но Прекрати, просто прекрати Ты не... Простите, у меня не хотела Забудь, забудь, что я сказала Кстати, голос у детектива Ита Слишком какой-то взрослый Судя по ее внешности Голос должен быть немножко, мне кажется, мягче Он какой-то грубый Прости, что сорвалась на тебя Думаю, слишком многое произошло в последнее время Опа, что за... Это за метротрясение? Какого хрена? Это довольно был сильный, а? Мне им жаль Я не хотел тебя расстраивать Я знаю, что мы не самые близкие друзья Я просто беспокоилась Вот и все Прости, Юми Мне кто-то звонит Снова работа? Эх, словно они знают, когда мы разговариваем Га, возможно, мне стоит ответить Юми, спасибо за еду Всегда пожалуйста Ита слушает Ита, прости, что не позвонил раньше Мне нужно, чтобы ты пришла в участок Сразу же, как только сможешь В чем дело? Лучше обсудим это при встрече Жду тебя Так, ну, друзья События набирают оборот Реальный оборот И я думаю, что на этом мы закончим Наше прохождение данной серии Если вам понравилось Обязательно ставьте лайки Пишите комментарии Ну, показывайте Вам нравится или не нравится Господи, это же легко Поставить кнопку 600 человек, например, посмотрели 200 поставили лайк Где остальные лайки? Я не понимаю Но я понимаю, что там есть люди Которые зашли Просто промотали Им не понравилось Но неужели Вы подписаны на данный канал И Вы серьезно Как бы, ну Я не знаю Не легче ли отписаться Не отписаться тогда И просто смотреть то Что действительно нравится Ну, бывает людям просто влом Или они забывают Или не досматривают Такие дела Ладно, хорошего настроения Главное, что Те, кто ставит лайк Вот И досматривает видео до конца Вы пусечки Вот Все Хорошее настроение Ждите следующую серию Драматическое убийство И стримчики Стримчики Стримчанские Стримчики Стримчики